Первые итоги работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию с недропользователями подвел глава региона Игорь Кошин. Основными ее задачами являются увеличение объема инвестиций, трудоустройства местных жителей на нефтепромыслы и легализация всех нефтяных подрядчиков, работающих на территории региона. С начала года недропользователи предоставили в Центр занятости населения 193 вакансии. При этом трудоустроиться к нефтяникам могли лишь 14 жителей округа. В чем причина губернатора округа Игорь Кошин рассказал в программе «Актуальное интервью». Две причины, как минимум. Объективная и субъективная. Что касается объективной, безусловно, длительное время округ не готовил специалистов для этой отрасли. И на следующий день мы через наши Центры занятости, две группы на следующий день уже обучаются. Первая группа на базе многофункционального центра «Лидер». Вторая группа на базе нашего ПТУ. Обучаем ребят, которые будут работать непосредственно в тундре на наших недропользователей. Помимо этого сформированы еще две группы. Мы будем готовить и сварщиков, и операторов нефтяного газового оборудования. То есть те специальности, по которым у нас есть основное количество вакансий. Это объективная причина. Есть субъективная. Не всегда люди хотят идти работать в тундре, потому что условия на самом деле очень тяжелые. И только в тундре приходит понимание, насколько сложно заработать вот этот рубль. Но, тем не менее, не стоит забывать, что вакансии у нас, по большому счету, те, которые проходят обучение, это рабочие специальности. А где-то требуется стаж работы, допустим, пять лет по специальности. Вот как быть с этими вакансиями, если нет специалистов со стажем работы. Даже если они получат обучение, стажа у них нет. Значит, я считаю, что что касается стажа и опыта работ, то это, прежде всего, такие высокотехнологичные отрасли. Прежде всего, конечно же, это здравоохранение. И здравоохранение мы полностью своими специалистами не перекроем. Что касается недропользователей, что касается подрядчиков, генподрядчиков, безусловно, на инженерные специальности необходим стаж работы. Именно поэтому сегодня есть возможность начинать с рабочих специальностей, получать опыт, условно говоря, пройти снизу доверху. Для того, чтобы новоявленные нефтянники смогли применить полученные знания на практике, с 3 июня будет запущен регулярный рейс на Усинск. Там проходят централизованные перевахтовки персонала. Администрация округа будет субсидировать такие перевозки, чтобы как можно больше жителей округа смогли найти достойную работу в тундре, а, следовательно, получили возможность содержать свои семьи. Ранее по инициативе Игоря Кошина недропользователи взяли на себя обязательство оказывать содействие в регистрации всех своих подрядчиков и субподрядчиков на территории округа. Это служит источником поступлений в бюджет НАУ налога на доходы физических лиц и налога на имущество.